Килограмм говядины с костями стоит 78 рублей. Килограмм говядины без костей 90 рублей. А килограмм костей 15 рублей. Сколько костей в килограмме говядины? Ну что? Задача замечательная. Ее автор Хачатурян Александр Вячеславович в свое время почему-то спротивлялся тому, чтобы эту задачу дали на математический проект. Он говорил, что да нет, это же какая-то ерунда, это я просто в магазин зашел, посмотрел на ценники. На самом деле я думаю, что это лучшая задача, которую он придумал в своей жизни. Потому что, ребята, вот этот классик, да? Задача, которая действительно во все времена, я думаю, говядину люди еще долго будут есть. Пишу условия. Пишу условия. Говядина с костями 78 рублей за килограмм. Говядина без костей 90, а килограмм костей 15 рублей. Требуется узнать, сколько граммов костей в килограмме говядины. Ну, разумеется, мы считаем, что все честные. Хотя, я должен сказать, что в данном случае честность определяется просто законами рынка. Потому что, если вам поставят слишком большую цену за, ну, представьте себе, если говядина будет сильно костлявая, а в магазине будет написано, что она стоит фактически столько же, сколько говядина без костей, то продавец только быстро разорится. Когда продавец торгует, то просто он вынужден, извините, в уме решить эту задачу для того, чтобы оптимизировать свою торговлю. Потому что, если он ошибется в чем-то, ну, например, поставит, что кости стоят те самые 90 рублей, то, конечно, написать кто-то это может, просто у него никто не купит. Вот. Ну, сейчас, конечно, цены немножко не такие, это несколько лет назад была задача, но был такой момент, когда в магазине вот столько стоило. Работаем. А узнать нужно, сколько килограммов костей? Ну, граммов скорее. В одном килограмме говядины, да. Процентное содержание. Какую часть от говядины составляют кости? В той, которая с костями? Да, да. Нет, вообще, изначально говядина она с костями. То есть, корову зарезали, порезали на кусочки. А дальше у торговца есть варианты. Он может либо вырезать отдельно кости продавать, либо отдельно вырезать мясо продавать, либо продавать это вместе. Задача действительно хорошая. 90 рублей стоят килограмм говядины без костей. Да. 78 килограмм с костями. Конечно. С костями, разумеется, дешевле. Вот и все, ребята. Вот грош цена всей вашей школьной подготовки. Объясняется, что простое уравнение составить вы не можете. Олимпиадные все эти задачи мы с вами решаем. А вот в школьной программе это у нас беда. Тогда можешь купить говядину с костями, кости вытащить, а стрелять продать. Да, это разумная мысль. Если бы торговец ошибся, то действительно так бы и делали. Покупали бы, зависит от того, в какую сторону он ошибся. И да, ему было бы невыгодно, конечно. Так, ну хорошо. Скажите, какое решение вы рассказываете? С уравнением или без уравнения? Давайте без. Давайте без. Ну, тогда придется вас спросить. Сколько будет 90 минус 15? Сколько будет 78 минус 15? А, 63. 63. 63. Смотрите, что я сделал. Я представил себе, что мясо это такая вкусная кость. То есть я представил себе, что вся говядина это такая кость. Ну вот, вот некоторые части этой кости, она вкусная, съедобная. А некоторая часть это вот то, что только варить можно. Ну, кости они на самом деле тоже, да, нужны. Там их можно сварить, бульон из них сделать. Так вот, и я, что сказать, выровнял, да? То есть 15 отнял. То есть за вес с нас берут 15. Представьте себе, что оплата происходит так. За вес с тебя берут 15 рублей за килограмм в любом случае. Если это кости, то больше ничего я не беру. А если это мясо, то есть еще вот то, что берут за мясо. За то, что это не кость, а супсимпатичная вещь. Вот. Господа, там же нет костей. Правильно. Еще раз, тут где нет костей. Ой. У нас одна девочка, она отказывается понимать, что мясо это хорошие кости. Просто представьте себе. Представьте себе, что есть такая у нас кость, при которой все из себя мягкое. Система оплаты за мясо может быть устроена так. Взвешивают и на каждый килограмм 15 рублей в любом случае начисляют. А дальше смотрят. То, где кости, больше ничего не начисляют. А там, где мясо, есть еще добавочная стоимость. А именно, за килограмм мяса, еще с тебя берут 75 рублей. Такой вопрос. Почему за мясо с костями берут меньше? Ответ. Ну, потому что там за часть не берут, правильно? Значит, как узнать часть, за которую берут, и часть, за которую не берут? Очень просто. Часть, за которую берут, это 63 каких? Семьдесят пятых. Так, 63 и 75 умеете сокращать? На какое число делятся оба? На 3. 63 делить на 3? Двадцать. 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 Семьдесят пять делить на 3? Двадцать. Пять. Так, умножать на 4 умеете вычислить? Сто восемьдесят четыре. Восемьдесят четыре. Ответ. Сто шестьдесят граммов костей и восемьсотых сорок граммов мяса. Так много костей? Непонятно? Непонятно, откуда я взял шестьдесят и семьдесят пятых? Семьдесят пять. Просто без оплаты есть кости. Остальное идет без оплаты. То есть, итак, пишем ответ. Сто шестьдесят граммов костей. Семьдесят шестьдесят граммов костей и восемьсот сорок граммов собственно мяса. Хорошо. Теперь с уравнением. Как можно было сделать то же самое? Да очень просто. Надо было написать такую вещь. Пусть иксовая часть – это мясо. 90, когда умножаешь на х и прибавляешь к этому 15 умножить на 1 минус х, то это у нас будет 78. Пожалуйста, запишите это уравнение и попытайтесь его понять. Значит, х – это доля чистого мяса в килограмме говядины с костями. Килограмм говядины с костями стоит 78 рублей. Если его разобьешь на отдельно мясо и отдельно кости, то, соответственно, придется выводить. Вот видите. Так, ну а что? Дальше надо сколько-то раскрывать. Пишем. 90х плюс 15 минус 15х равняется 78. Так, 90 минус 15 – это сколько там у нас будет? 75. И 78 минус 15 – это 63. Ну, господа, ответ, разумеется, получился тот же самый. 63,75. Дальше тем же самым способом мы его приводим и получаем окончательный ответ.